В зале Центра культуры Родина педагоги дошкольных учреждений, представители муниципальных и региональных органов управления образования, студенты профильных учебных заведений, а также ведущие ученые и специалисты России и зарубежья. Всего в научно-практической конференции приняли участие 250 гостей. На Кубани определены следующие приоритеты в этой сфере. Во-первых, это программный целевой подход к развитию самой сети детской садов, создание и восстановление новых мест. Во-вторых, развитие альтернативных форм дошкольного образования, таких как семейное воспитание, подготовленное обучение, в центре времяпрепровождение. В-третьих, реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в-четвертых, социальная поддержка педагогов. За последние пять лет специалистами отрасли накоплен колоссальный опыт. Основываясь на базовых правилах, которые были заложены еще в середине прошлого века, педагоги внедряют новые образовательные приемы. Они рассчитаны уже на современную молодежь. Мне кажется, нам есть чем и порадовать, и похвастаться. С одной стороны, у нас достаточно серьезные методические наработки, я не побоюсь этого слова, научные методические наработки, которые развивают дошкольное образование и вглубь, и в рамках вариативности, то есть расширяют, что называется, горизонты. Во-вторых, мы можем представить совершенно новые инновационные программы, которые разработаны за последний год-полтора-два, и которых, конечно, у наших зарубежных партнеров пока нет. В конференции принимают участие и иностранные гости. Специалисты дошкольного образования из Чешской республики уже не первый год приезжают в Россию по обмену профессиональным опытом. Нас интересует, как организовано дошкольное образование в иных краинах, извините, мой русский язык, как это в Российской Федерации, потому что у нас нет достаточно информации из России, но мы приехали и хотим здесь сделать дискуссии с нашими коллегами из детских садов, и вузов и так дальше. К нам на университете ездят студенты из России, наши студенты ездят в Россию, но мы хотим, мы были еще в Краснодаре, и там мы думаем, что подпишем новый договор с университетом в Краснодаре, и наше сотрудничество будет продолжаться. Конференция продлится три дня. За это время участники обсудят проблемы дошкольного образования, рассмотрят вопросы подготовки педагогических и управленческих кадров, организацию инклюзивного образования и формирование безбарьерной среды в дошкольных учреждениях. Руслан Душевский, Анапа-Регион